Недельная глава Эклиф Муше предупреждает евреев о том, что они войдут в землю, землю семи кнанских народов, святую землю, которую мы должны завоевать у них, и проглотишь ты эти народы. Как можно проглотить народы? Можно воевать. Почему эта земля называется святой землей? Потому что именно семь кнанских народов, те, которые стоят на противоположном конце от святости, все силы скверны, которые мы должны победить и завоевать, чтобы эта земля проявила свою святость. Семью плодами, которыми славится земля Израиля. И в нашей главе приводится второй отрывок из Шма. И будет, если вы будете слушать и исполнять заповеди мои, которые я заповедаю вам сегодня, чтобы вы любили Бога Всесильного вашему и служили Ему всем сердцем и всей душой. О чем идет речь? После того, как мы приняли на себя исполнение воли Творца, принятие на себя царской власти Творца, теперь это следующее получение. Мы принимаем на себя Оль Митцвод, Ермо Его заповеди. «Если вы войдете в землю Израиля и будете исполнять его волю, и Творец поместит свою щену в этом месте, в земле Израиля, и Он даст нам дождь поздний и ранний, и соберете свой урожай, это благословение, которое дает нам Творец. Но если мы не будем слушать Его голос и будем поклоняться идолам, изроднет нас эта святая земля. Союз с заповедями Творца. Но что это такое? Что такое Митцва? Что такое заповедь? Открывают наши святые книги. Это не приказ, это не повеление, не цав, не цивуй. Это Митцва. Это состояние связи с Творцом мира. И сколько же есть у нас заповедей 613? Тарьяк! 248 заповедей делания, исполнения. И 365 запретов, не делания. Три отрывка шма. В них 245 слов. А потом посланник общины говорит, Творец, всесильный наш, истина. И тогда получается ровно 248. Ровно столько, сколько есть у нас органов тела. 248. Этот союз, который заключает с нами Творец. Написано, что наша глава называется Экеф. Но это еще и Акеф, пятка. Какое отношение? Наши мудрецы в Талмуде говорят, последнее поколение называется поколением пятки. Перед приходом Машеха. Поколение завершения. Были великие поколения, поколение головы, поколение сердца. А наше поколение называется поколением пятки. Пятка реагирует на щекотку, на самые грубые раздражители. И именно к этому поколению должен прийти наш Царь Машех. Именно там, где мы спустились на самую последнюю ступень бездны, геенома. Именно оттуда должен достать нас Творец мира. И открыть самый великий свет, который раскроется, когда придет наш Царь Машех. Это самый великий переворот, который должен произойти в мире. Именно поколению, которое спустилось, которого нету ни заповедей, ни торы. Но есть жажда. Такая жажда, которой не было ни у кого. Это то, что говорит пророк. Не голод по хлебу, не жажда по воде, но только слышать Слово Творца. Слово Творца Слово Творца Слово Творца Слово Творца Слово Творца Продолжение следует...